Сегодня мир переживает сложный период своего развития. Происходят по-настоящему эпохальные тектонические сдвиги. Открывая заседание, Фарид Мухаммедшин отметил, работа с соотечественниками в Татарстане ведется в русле единой российской внешней политики. Большое внимание этому вопросу уделяет руководство страны. В этом году указом президента внесены изменения в госпрограмму переселения и принятие соотечественников. Также утвержден новый федеральный закон о гражданстве. В октябре парламент Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайской республикой. Согласно документу, усилится поддержка татар-алтая в сохранении языка, традиций и обычаев. Татарстан в этой обстановке продолжает показывать пример межнационального мира и согласия и активно принимает меры для стабилизации экономики, противостояния санкциям западных стран. Как и прежде, принимаются все возможные меры по поддержке соотечественников. По данным переписи, татары – вторая по численности нация России. Наши соотечественники проживают в 60 странах мира. В 45 из них созданы центры Всемирного конгресса татар. Традиционно соотечественники встречаются на национальных и религиозных праздниках. В этом году появилось такое слово, помимо сабантойной дипломатии, это ифтарная дипломатия. И Всемирный конгресс татар практически с первых дней нашего благовенного праздника или рамадана побывали и в Уфе, и в Перми, Чувашии, Ульянске, Вежевске, Мариел. И везде мы проводили ифтар, встреча нашими соотечественниками. И впервые в этом году была встреча, и проведен ифтар даже в Арабских Эмиратах, в Дубае. Укрепление культурных связей в этом году приобрело особое значение в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного райсами республики. В регионах активно проходят Дни культуры Татарстана. Народный праздник Сабантуй является крупнейшим проектом одной из форм сохранения популяризации историко-культурного наследия татар. В 2023 году проведено 364 Сабантуй, в том числе 297 в 54 регионах Российской Федерации и 67 в странах ближнего и дальнего зарубежья. Особое внимание на заседании вопросом преподавания родного языка в регионах. Как отметили, сегодня татарские изучают в 28 субъектах страны. Большая работа ведется по обеспечению учебниками и методической литературой. В федеральную перечень включены 60 учебников татарского языка и литературы. Важно отметить, что в перечень вошли учебники по татарскому языку, разработанные Академией наук, Институтом развития образования. Продолжает развиваться и торгово-экономическое сотрудничество с нашими соотечественниками. Представительства Татарстана за рубежом помогают налаживать деловые связи, упор на поиск новых партнеров, продвижение бренда республики и привлечение инвестиций. По прогнозам, внешний торговый оборот нашей республики в этом году будет ниже, чем в предыдущем, в 2022-м, в связи с чем нам необходимо активнее продвигать продукцию и услуги республиканских предприятий с использованием возможностей, предоставленных национальными проектами в Российской Федерации. Подводя итоги, участники отметили, в республике накоплен большой опыт работы с соотечественниками. В то же время нужны новые формы, в том числе установление побратимских связей. Лина Зинатольевна, Рамиль Галиулин, ТНВ, Казань.